Добрый вечер! В эфире Вести Магнитогорск в студии Полина Атеева. Коротко о главных событиях дня. Не замерзнем. После серьезных проверок Магнитогорск получил официальное подтверждение готовности к отопительному сезону. На протяжении двух месяцев с начала отопительного сезона в городе не было ни одной аварии. Что превратит престижный район в лоскутное одеяло? Беспорядочная реклама на фасадах домов, на борьбу со вкусовщиной, вышли представители администрации. Она должна быть правильно выполнена в соответствии с законом, с архитектурными законами. То ли музей, то ли кунсткамера. Своя достопримечательность появилась в туберкулезной больнице. Погрузиться в историю противостояния давнему врагу человечества чахотки можно в любой момент. Это настоящая живая летопись в стезиатрической службе Магнитогорска. Магнитогорск полностью готов к отопительному сезону. Сегодня это было подтверждено документально. Город получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. Отмечу, документ выдаются Уральским управлением Ростехнадзора после ряда серьезных проверок. О том, что магнитогорцам не страшны любые холода, наш корреспондент. Документ свидетельствует о том, что город полностью готов к отопительному периоду. Напомню, из 43 муниципальных образований Челябинской области паспорта получили только 25, в том числе и Магнитогорск. Все работы по подготовке объектов зимы – это потребители тепловой энергии, это источники тепловой энергии и в целом город. Все готовится до 1 сентября. После 1 сентября устраняются те замечания, которые мы комиссионно находим. Или у потребителей, или у поставщиков тепловой энергии. Естественно, на это уходит определенный срок. Это все оформляется документально. Именно поэтому только в ноябре и выдаются паспорт готовности. Отопительный сезон продолжается 7 месяцев. Два из них уже прошли без эксцессов и аварий. Благодаря хорошей подготовке считают в тресте теплофикация. Так, этим летом было опрессовано более полутора тысяч сетей. Мы проводили повторные опрессовки. Опрессовки проводились на давлении от 16 до 22 атмосфер. Параллельно выявлялись слабые места. Они были все ликвидированы. Кроме того, 15 километров сетей были полностью заменены. Поэтому и нареканий от потребителей в этом году гораздо меньше, считают в тресте теплофикация. Юлия Черешнева, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Городские чиновники решили указать место магазина рекламе на фасадах. В первую очередь это касается предприятий торговли и общепита, которые расположены в жилых домах. Уже вручены предписания. Чем не угодила реклама, выяснила наша съемочная группа. Судя по вывеске, это сербское кафе. Расположено оно в 22-м доме на улице Чапаева. Братья-славяне, чтобы подчеркнуть свою эксклюзивность, обили досками фасад жилого здания вплоть до второго этажа. А для надежности закрепили коваными железными пластинами. Вход вынесен на три метра на тротуар. Входные группы – это наша вообще боль, потому что без проектов, с нарушением, с применением материалов, с выступлением за фасады дома. Это все мешает и чистке кровли, и чистке тротуара. Управляющие компании провели ревизию жилого фонда. Нарушения почти в каждом из домов. Кондиционеры на фасадах, самодельные балконы, непомерно огромные вывески магазинов. В 2013 году вышло постановление главы города о приведении фасадов к нормативу, который предписывает жилищный кодекс. В сентябре этого – дополнение к постановлению. Я думаю, что эта работа не имеет сроков. На мой взгляд, в Ленинском районе по пальцам можно пересчитать вывески и рекламу, которые соответствуют требованиям архитектурному облику. Улицы Ленинградская и Октябрьская. Магазины через каждые полтора-два метра. Их владельцы используют фасады домов как свою собственность. Однако любое покушение на фасад – только с разрешения всех собственников квартир. Окна – вот место для рекламы. Уже есть судебный прецедент. Он касается торговой точки на проспекте Карла Маркса, 104. Суд подтвердил, что предприниматели не имеют права разукрашивать фасад, как им вздумается. Реклама меня всегда раздражает. Очень редко бывает реклама, которая нравится и по душе. С рекламой работают хорошо. Это привлекает людей. Мы бы хотели поменьше рекламы, побольше дела. Демонтировать рекламу предприниматели обязаны за свой счет. Рычаги воздействия на нерадивых у администрации есть. Это лишение лицензии, либо взыскание ущерба по суду за порчу общедомового имущества. Ольга Беличенко, Андрей Подольский, Евгений Грудев. Вести. Магнитогорск. А сейчас о том, что готовятся показать Южноуральские вести в 20.45. Ведущий вечернего выпуска Александр Наумов. Об одной из тем. Депутаты-прогульщики. Вслед за Госдумой всех депутатов регионального ЗАГС Собрания хотят заставить появляться на заседаниях. Как это восприняли парламентарии и что говорят в кулуарах законодательного органа. Репортаж Дмитрия Туркина. Не пропустите сегодня в 20.45. Павел Крашениников презентовал в Магнитогорске новую книгу «Времена и право». Посвящена она истории права. Первый экземпляр, завизированный автором Павел Владимирович, вручил главе города Сергею Бердникову. Очень приятно, во-первых, держать в руках книгу. Все-таки мы считаем, Павел Владимирович, магнитогорец, коренной и остается таковым. Даже на хоккее закреплено за ним постоянное место, которое пустует, никто не занимает. В этот вечер Павел Крашениников вновь побывал на хоккее. Перед этим лично презентовал свою книгу магнитогорским юристам и студентам. Вот эту нитку с 21 века до нашей эры, до 20 века я пытался протянуть. Ну и такое исследование, говорят, что первое, не только в нашей стране. Вот, поэтому вот такой анализ дан. Надеюсь, что будут читать очень многие граждане, не только юристы. Я это в форме очерков подал. Познакомиться с этой книгой можно в городских библиотеках. Автор подарил несколько десятков экземпляров. Кто из бывших чиновников освободился из колонии досрочно, а кто из нынешних оштрафован, и сколько ветеранов Великой Отечественной смогут до конца года улучшить жилищные условия, расскажу далее коротко. В Магнитогорске сегодня загорелась газель, припаркованная возле магазина «Электрон». По словам очевидцев, сначала из-под капота полетели искры, потом загорелся моторный отсек. Водитель спал в салоне, пришлось разбить стекло. Только после этого мужчину удалось спасти. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. Огонь пожарный потушили, но автомобиль сгорел дотла. Виталий Сидоренко, бывший вице-мэр Магнитогорска, отбывавший в колонии строгого режима в Копейске, наказание за коррупцию, вышел на свободу. Напомню, он был приговорен к 9 годам. С учетом пребывания в СИЗО, Сидоренко отсидел 2 трети срока. Ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворил Копейский городской суд. А генеральному директору фонда региональный оператор капитального ремонта выписан штраф. Вадим Борисов вовремя не отреагировал на жалобу, которая поступила от жителя Челябинска. Прокуратура провела проверку. Сроки были нарушены. Сумма штрафа – 5 тысяч рублей. Более 20 объектов в Ленинском районе будут снесены без решения суда. Это брошенные киоски, всевозможные ограждения и даже железные гаражи. Первым под снос пойдет остановочный комплекс по адресу Ленина, 21. Договор аренды с владельцем был расторгнут несколько лет назад. Челябинская область дополнительно получила почти 10 миллионов рублей из федерального бюджета на новое жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. С начала года уже было выделено более 93 миллионов. Жилищные условия смогли улучшить 86 человек. Вновь поступившие средства получат еще 9 ветеранов. Необычный музей появился в туберкулезной больнице. Посетители могут увидеть, как выглядит под микроскопом туберкулезная палочка и узнать, как магнитогорским врачам удалось победить это опасное заболевание. В собрании более 300 уникальных экспонатов. Для создания этой коллекции врачам пришлось не только тщательно обыскать все подвалы и чердаки больницы. Многие экспонаты хранились десятками лет. Дома, в кладовках, а также в гаражах. И ждали своего часа, чтобы когда-нибудь стать частью настоящей живой летописи в физиатрической службе Магнитогорска. Печатная машинка с левого берега, я имею в виду с левобережного противотуберкулезного диспансера. Когда я этот раритет увидал, но тут уже сам Бог велел собирать дальше. Если бы не мой замечательный коллектив, понятно, что бы возились значительно дольше. Благодаря тому, что мы сплотились вокруг этой идеи, у нас все получилось. Когда все начиналось в годы первых пятилеток и Великой Отечественной войны, все держалось на неподдельном энтузиазме и настоящем искусстве врачей, которые могли поставить точный диагноз на глаз и определить дозировку препарата с точностью до грамма. Они из больницы не вылазили сутками. Причем речь шла не о каких-то финансовых стимулах. Они работали за идеей, потому что знали, что занимаются большим великим делом. И они, в общем-то, одержали победу над туберкулезом. Зато теперь в арсенале врачей самые современные препараты и средства диагностики. В будущем врачи планируют не только расширить экспозицию музея, которая теперь постоянно будет находиться в здании больницы, но и выпустить книгу к очередному юбилею в тезиатрической службе Магнитогорска. Игорь Болонин, Кирилл Горин, Вести Магнитогорск. В непростом матче магнитогорские хоккеисты обыграли «Локомотив». По ходу матча «Металлургу» пришлось догонять гостей. Победу принесли защитники. Подробнее Мария Дронина. Не зря тренеров пугает крупный счет. «Металлург» накануне, разгромивший «Динамо» 5-0, матч с «Локомотивом» начал так, что некоторые болельщики первый период пожелали поскорее забыть, как самых худших в сезоне. Счет гости открыли еще на 13-й минуте встречи. Илья Самсонов крутился как мог, но оставшись без помощи коллег, оказался бессилен перед броском Павла Красковского. Тяжелая игра была. Мы бы очень плохо начали в первый период. Мне кажется, отвратительно сыграли. Во втором периоде начали правильно играть. От этих правильных действий забили голы. И в конце игры вытерпели, смогли стоять ворота. Второй период был полно противоположностью первому. Магнитогорцы смогли не только сравнять счет. Крис Лип постарался, но и выйти вперед. И кто после этой шайбы Виктора Антипина не скажет, что он тоже полузащитник. Так, что тебя в команде называют Крис Олег. Боевая игра. Естественно, никто не хочет проигрывать. Все хотят выиграть. Никто не хотел проигрывать. Боевая игра получилась во всех смыслах. Команды на двоих заработали 52 минуты штрафа. А концовка матча заставила понервничать весь 7-тысячный стадион. Гол гостей за 4 минуты до конца матча судьи не засчитали. Видеопросмотр, который потребовали магнитогорцы, показал положение вне игры. Немножко пловская игра. И я очень доволен, что мы выиграли. Это просто супер. И все ребята молодцы. В один завтра металлок встретится с витязем. Мария Друнина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Во дворце спорта имени Рамазана вновь распахнуло двери ярмарка. Верхние одежды все по 3 500. Пуховики и куртки с различными наполнителями магнитогорцы могут купить по одной фиксированной цене. Минус 20 на градуснике лучше всего заставляет утепляться. Ярмарка, которая уже была в нашем городе месяц назад, вернулась исключительно с зимними изделиями и обновленным ассортиментом. Куртки и пуховики сшиты на московских фабриках, где высокий контроль качества. А цена на все модели, мужские и женские, одинаковая. Те, кто уже не в первый раз приходят сюда за покупками, знает, что уйти с пустыми руками вряд ли получится. Найти здесь можно одежду любого размера, от 40 до 70. Ассортимент порадует старшее поколение своей практичностью, молодое, модными новинками. Сегодня особенно популярны пуховики с уникальным наполнителем, тинсулейтом, самым теплым из всех аналогов. В куртках используются различные наполнительные, как искусственные, так и натуральные. Есть пух-перо, верблюжья шерсть, из синтетических это синтепон, холофайбер. Есть изделия из эко-кожи, актуальные сейчас. Цена самый большой, плюс ярмарки все по 3 500. Абсолютно все модели можно приобрести по одной цене. Выставка будет работать до 4 декабря включительно во дворце имени Рамазана с 10 до 19 часов. Ольга Беличенко, Мария Дронина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Это были все новости. Впереди вас ожидает прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До свидания. Меха Пятигорска. Норка, мутон, нутрия, бобер. С 23 по 26 ноября. Дворец Рамазана с 9 до 19 часов. Ярмарка верхней одежды возвращается в Магнитогорск. С 17 ноября по 4 декабря у нас для вас новая зимняя коллекция курток и пуховиков. Все по 3 500 рублей. Любые размеры во дворце спорта имени Рамазана на Ленина, 97. С 17 ноября. С 17 ноября.